Немножко о детях хотелось поговорить. У меня мысль пришла про подростковый переходный возраст такая. Когда у нас детки маленькие, мы их так любим, и так их любим, и так их любим. И порой мы в них видим того, что в них нет. И мы всячески это празднуем, подчеркиваем. Мы так в обыденной жизни, там, ой, какой спортивный, ой, какой малыш креативный. Мы все это говорим, говорим, а когда замечаем, допустим, какие-то маленькие черточки даже проявления, и тем самым как бы объясняем ребенку, кто он. Там, ты спортивный, тебе всю жизнь говорили, что ты спортивный, ты спортивный. Или там, тебе всю жизнь говорили, что ты, там, грубьян. Ты думаешь, что ты грубьян. Или там, ну, мы все что-то замечаем, мы все что-то детям программируем. И в подростковом возрасте мне кажется, что дети начинают себя узнавать сами. И чем больше вот этого, я не знаю, ребят, пожалуйста, не принимайте на себя мои слова вообще ни капельки. Это просто настолько сыро. Мне кажется, насколько мы прописали, ну, как бы ребенка, да, и вдруг он себя как-то осознал, и он вдруг с этим не согласился, и у него началась вот, как бы, война внутри, то есть несогласие. Он такой, блин, я всегда думала, что я спортивный, но мне вообще не хочется. И он себя пытается впихнуть в этот спорт, но у него никак не прет, ему не хочется, ему не нравится. Он видит других детей, которые, там, собачками играют, там, я не знаю, и у него вот такое вот, а родители меня за это любят, а что если я другое начну делать? Ну, как бы, и он из-за этого себя ненавидит, и родителей ненавидит, и все вокруг ненавидит. Или, там, ищет какое-то поощрение извне, там, допустим, с своими друзьями, или, там, даже с учителями, или с каким-то другим взрослым, и не получает, допустим, у него еще больше разреша. Я не знаю, как вы думаете, вот, потому что есть дети, у кого совсем нет подросткового периода, кто вообще не спорит с родителями, они просто, там, типа, им все классно, они, как бы, возможно, это дети, которые, которым не объяснили, кто они, которые, как бы, сами поняли, кто они, вот они вошли в свое, условно, там, взросление, им не надо ни с кем спорить, они просто такие, ну, понимаете, да? Я не знаю, у меня вот такая вот поглощающая мысль, потому что у меня прошло трудное время со старшим ребенком, ну, оно не было таким уж прямо трудным, но все равно были, как бы, свои, да и до сих пор иногда бывает, еще и говорю, прошло. И средний, сейчас подрастает, тоже вступает. Я вдруг в какой-то момент поймала себя, она, как бы, поймала эту мысль на диалоге со средним, то есть мы с ней разговаривали о чем-то, я, например, спорила, спорила, думаю, что ты споришь? И вот у меня эта мысль пришла. Не знаю, давайте с вами обсуждать, потому что, если это разгадка, то, может быть, кому-то и мне будет от этого легче. Очень хочется разбавить свой день. Я сейчас начала читать Булгакова всего, потому что мне зацепила его биография. Я ее прослушала. Маргарита, как же ее зовут? Вообще просто нереальная биография, настолько глубочайшая работа. Там просто со всех перспектив она подала его жизнь. Очень интересно. И она мне прям захотелось его почитать, потому что я, кроме собачьего сердца и, ну, понятно, мастера Маргариты, я ничего не читала. А сейчас у меня «Роковые яйца», «Зойкина квартира» и что-то еще. А, ну, «Белая гвардия», да, это уже. Может, я читала, я не знаю, в детстве, но я совершенно не помню. Поэтому вот это вот у меня до Нового года. Надеюсь, что... Но я собираюсь тексты читать, не слушать. Про детей могу сказать. Про увлечения хотите, про хобби. Нина до сих пор увлечена балетом. Причем настолько глубоко, что мне ее оттуда не выдернуть. Хотя, сами знаете, что профессиональный спорт или профессиональное что-то, оно очень бьет по психике. И тяжеленькое время было. Сейчас она тоже, как бы... А... Потому что... Ну, много, короче, там... Потому что изъянов много. Вот. Но она реально очень сильно увлечена. И она еще сильно любит делать что-то такое руками. Очень маленькое, допустим. Маленькие фигурки из пластилина. Или там вот японская, когда делаешь иголочками шерсть. Фигурки тоже всякие. Она просто обожает. Я купила новый набор. Она придет, я не знаю, порадуется или нет. Это сюрприз, она не просила. А... А, еще она просто обожает готовить. И под это дело я хочу ее водить в разные рестораны, как, знаете, Mama and Me Time. Допустим, пробует, что она обожает корейскую еду. Пробует что-то корейское в разных местах. А потом повторять дома, готовясь, для нее это будет просто супер увлечение. Вернее, наслаждение. Ну и, надеюсь, перерастет потом в какое-то такое. Потому что она, если готовит, она реально готовит вкусно. А... Там... Обжаривает все там как-то... Короче, много она тратит на это время. Она себе стала сама делать обеды в школу. То есть ей надо, чтобы это все было эстетично. То есть она ушла как-то вот так. У Нины сегодня фотошут. Для надкракера. Скажи что-нибудь. Лаза! Так что, традиция у нас есть. Когда мы делаем... Фотошут. Мы делаем фотографию. Фотошут. И я иду сегодня и завтра. И у меня не будет балет. Сегодня и завтра. Потому что будет так рад. Я не знаю, как в других школах, но конкретно в Нининой балетной школе у них очень строго с тем, что делится какой-то информацией про тот или иной спектакль, который они делают. То есть если мы выложим фотографию, не дай бог, в социальную сеть ребенка в костюме, то это будет расцениваться как вообще грубейшее нарушение. И из-за этого, конечно, ну... Что-то... Ну, как минимум, плохой разговор. Как максимум, может, вообще роль забрать. В общем, серьезно они очень относятся. И к музыке тоже. То есть у них там... Немножко все... Короче говоря, все это секретная информация. Но я как мама, я же не могу вообще не иметь ни одной фотографии. Конечно же, я имею фотографии всех костюмов в любой год, который мой ребенок танцевал. Единственное, что я не могу с ними этими снимками делиться. Только родные и близкие могут видеть. И что я могу... Я могу купить фотографии. Короче, каждый год они... Каждый продакшен они делают фотосеты с профессиональным фотографом. Он сейчас у них как раз... Сейчас идет. Я ее отвезла. Полный мейкап, прическа, все как надо. Все там части, главные уборы, правильные обуви, все-все-все. Они как бы одеваются так, как на сцене будут. И делают индивидуальные фотографии, групповые. И сейчас была прикольная история, потому что одна из мам, у нее там два ребенка участвуют. Взрослая девочка, которая уже много лет в балете. И маленькая, которая только-только пришла. По-моему, ей сейчас 7 или 8 лет. Но она не то, что только пришла, уже несколько лет. Так вот, она маленькая девочка Фритц. Ну, это брат. Брат щелкунчик, ну, не щелкунчик, а Мария, да? Щелкунчики. И старшая дочка у нее играет Марию. То есть у нее две дочки играют большие роли, но они не совпадают в день, потому что взрослый будет там взрослый Фритц, а для маленького Фритца будет маленькая Мария. То есть другие, ну, как бы, они не все спектакли берут одинаковые. Ну, мне кажется, это так прикольно, когда два ребенка такие большие роли, и они так взволнованы и вообще там супер, супер рады. А я сюда приехала, не поверите, отдавать очередной заказ балетный для другой студии. и мне еще подождать парочку минуток, поэтому я и включилась и рассказала. Да, вот так вот вообще удивительно втягивает меня в балет. Я недавно увидела, что театр британский главный Royal Theater раз продавал костюмы каких-то спектаклей. я не знаю, может быть, это происходит ежегодно, я не знаю, каждый сезон они продают, но я думаю, что у такого большого театра есть свои какие-то нереальные дизайнеры, какие-то интересные совместные работы с большими дизайнерами или там вот, и просто я не следила за этим вообще, то есть сейчас окунаюсь прям головой, мне безумно все любопытно, и я так захотела попасть на такие подобные распродажи, просто какой-то мне кажется рай, я не знаю, доступно это по ценам, потому что скорее всего продаются сетами, и скорее всего это просто безумно дорого, потому что сделать костюм это дорого, а плюс это большой театр, какой-то там специальный продакшн, и ну даже если просто посмотреть, съездить, просто так жалко, что я упустила эту возможность, я буду сейчас отбирать театр, который я вот люблю, и который мы смотрим иногда с Ниной, и буду смотреть, где какие будут распродажи, может быть даже я не знаю, буду просить мужа, чтобы мы вместе полетели, там что-то такое у меня будет, короче, вот так я закрепляюсь в балете, и еще одна просто удивительная выставка прошла мимо меня, оказывается, у нас есть выставка шерстяных тканей, то есть, короче, вы не представляете, несколько лет подряд я охочусь за полотном вязаной ткани, для того, чтобы делать из нее шорты и гетры для балерин, и у меня есть в голове такая сетка, которой мне очень сильно хочется, но я не могла никак ее нигде вообще найти, я даже не представляю, где искать, какие компании это делают, я думала, что это может кто-то только на заказ делает, вот, но, умная закончится, приехала, но, оказывается, у нас в сентябре была выставка, где были сотни этих людей, кто продавал шерстяные полотна, я просто думаю, какой черт я все пропустила, Каролина, Каролина до сих пор увлечена керамикой, у нее не такой серьезный прогресс, она не сильно интересуется какими-то новыми техниками или еще чем-то, она, кажется, мне нашла какое-то свое, что она делает, что-то такое определенное, и она просто это делает, и все, и сейчас как бы, как сказать, сейчас это надо оформить немножко, потому что у нас дома есть гончарный круг, сейчас покажу, вот ее маленькая мастерская, гончарный круг, тут глина, всякие инструменты, вроде как бы все нормально, она ездит запекать свои изделия в студию, и это тоже как бы челлендж, потому что это надо собрать много, надо все это увезти, там это надо посчитать, какую площадь занимать, потом отжечь, потом второй раз приехать, покрасить, то есть как бы это тоже какое-то событие, какое-то прям занятие, это не просто там что-то сделает, вот, а потом готовые изделия это надо отфоткать, выставить в магазин, это тоже много, поэтому она сейчас этим занимается, плюс шитьем, плюс спортом, плюс школа, короче, у нее просто дофига всего, и она каким-то образом все успевает, она стала меньше спать, что в принципе плохо. У Агаты, у Агаты сейчас такой период, она изучает текстуры, то есть тут есть краски у нее, у нее есть альбом весь обрисованный, у нее есть наклейки, которые она клеит, у нее есть скользкие странички, шершавые странички, у нее что, у нее еще есть всякие пластилины, всякие пластилины, как мять, как резать, как доставать, вот это все для нее еще сложно, и она это делает помпончик, вот это наклейки, всякие помпончики, всякие фигурки, вот эти вот скрутить палочки, вот чем занимается, она обожает все это помять, 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 мы с ней недавно декорации для Хэллоуина, красили, вырезали, вырезали, давай, размазывай, я тоже буду, я думала, ты вот эту начнешь, а ты решил новую, у нас будет все черное, потом мы сделаем кошек, чувствуешь, что у меня вся спина черная, потом пойдем дружно мыться, вот, во, кошка, которая тянется лапкой наверх, хэллоуин, хэллоуин, вообще, издалека вечером можно перепутать, на, гадик, что там внутри, проверь, что там внутри, а мой красивее агасик, кто там был, поросенок, поросенок, хрю, 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 ух ты, кто там, кто там, поросенок, у тебя теперь два, я просто молю, чтобы бейджози сделаю, что могу, а потом, а потом поступает молитва, что другое, ничего нет, я не хочу произносить слово сдаюсь, но у меня есть ощущение, что я сдаюсь, я с ними, с этими машинками, вот с той, и вот с этой, я с ними борюсь уже очень много, я честно говоря, просто не представляю, как с ними работать, потому что их зарядить, это мучение, а потом они начинают нитки рвать, а ты такой, где что ослаблять, начинаешь все крутить, здесь там подкрутил, здесь там ослаблел, все, сдаюсь, не могу уже, это просто потеря времени, потому что я не научилась новым, вот все, со всеми этими пробами я не вышла ни одного результата, или даже ни одного понимания, как дальше будет,